Если мы возьмем всю мудрость всех буд, мудрость, постигающую относительное и абсолютное, если взять всю эту мудрость и собрать ее воедино, то она представляет собой манчжуши, божество мудрости, которое является воплощением мудрости всех буд. И сегодня, когда мы получаем благословение тела, речи и ума манчжуши, нам необходимо понимать, что мы получаем благословение никакого, но обычного существа. Мы получаем благословение манчжуши, которое представляет собой божество, которое представляет собой божество мудрости. И практика, которую мы сегодня будем с вами выполнять, это практика тайной мантры или практика ваджрайаны, ваджрайной колесницы. Существует множество различных проявлений манчжуши. Манчжуши может быть белого цвета, его тело может быть желтого цвета, красного цвета, а также черного цвета. Сегодня же мы с вами будем заниматься практикой белого проявления манчжуши. И я сам занимался очень много практикой белого манчжуши. И поэтому люди, которые в особенности занимаются медитацией на пустотности, которые занимаются медитацией и размышлением о взаимозависимости, эти люди, эти личности в особенности должны заниматься практикой манчжуши. И должны снова и снова обращаться к нему. Если вы желаете знать природу всех явлений, как она есть, вам обязательно необходимо обращаться с молитвой манчжуши. И поэтому в учении будет говориться о том, что если вы не практикуете, не занимаетесь практикой манчжуши, если вы не обращаете свои молитвы к манчжуши, то вы не сможете постичь природу всех явлений, как она есть. И есть высказывания многих великих учителей, которые в течение долгого времени занимались медитацией на пустотность. Они занимались медитацией на пустотность в течение 12 и более лет. Однако же у них не появлялась реализация постижения пустотности. И только когда они обратились к манчжуши и направили свои помыслы, а также молитвы к манчжуши, только тогда они смогли отрести постижение пустотности. Получаем разрешение или благословение тела, речи и ума, божества для того, чтобы в нашем потоке создания зародилось постижение, чтобы в нашем уме зародилась реализация. И если мы рассмотрим манчжуши, то белый манчжуши прибывает в своем умиротворенном облике, в своей умиротворенной форме. И поэтому то, чем мы сегодня будем заниматься главным образом, мы будем обращаться к белому манчжуши. И получив благословение белого манчжуши, тело белого манчжуши, мы можем избавиться от физических болезней нашего тела. Получая благословение речи белого манчжуши, мы можем избавиться от тех недобродетелей, которые мы накопили посредством речи. Если мы медитируем на неконцентуальном уме манчжуши, то мы можем устранить все обращения, которые присутствуют в нашем уме, а также все завесы. И главным образом мы получаем благословение Будды или благословение белого манчжуши для того, чтобы очистить все загрязнения, недобродетели и завесы наших собственных тела, речи и ума. Если мы получаем благословение тела, речи и ума манчжуши, то это дает нам большую силу, это позволяет нам лучше, так сказать, умиротворить свои собственные тела, речи и ума. И поэтому после того, как вы получите благословение тела, речи и ума манчжуши, вы можете заниматься практикой этого божества. И когда в ходе этого разрешения или благословения ваши головы, битва монаха, которые сидят слева, будут касаться статуи белого манчжуши, а также томиком текста, который представляет собой текст манчжуши на Масангите или произнесение имен манчжуши, вы должны представлять, что вы получаете благословение тела, речи и ума манчжуши. Они будут демонстрироваться на экране за нашей спиной. И эта молитва ханума является очень ценной и важным. И говорится, что однажды в Индии 500 пандитов сказали написать воспаление манчжуши. И когда они на следующий день принесли свои сочинения, то выяснилось, что они все написали одну и ту же молитву, а одну и ту же воспаление манчжуши. И поэтому это позволение, которое мы с вами будем читать, является воистину ценным. И мы с вами, будучи людьми, нуждаемся в различающей мудрости, мудрости, которая различает явления. Для того, чтобы наша мудрость улучшалась, чтобы она приумножалась, необходимо обращаться к манчжуши. И поэтому мы сейчас получаем с вами это благословение тела, речи и ума манчжуши. И когда мы будем заниматься его практикой, то это в самом деле позволит нам усилить нашу различающую мудрость. И когда мы произносим эту мантру, смысл этой мантры следующий, я складываюсь перед тем, кто доводит живых существ до созревания. Таким образом мы произносим эту мантру, помня о ее смысле. И тогда свет нашей мудрости будет приумножаться. И если вы медитируете на пустотности, то пустотность представляет собой срединное воззрение. И для того, чтобы ваше воззрение было точным, чтобы оно было правильным, необходимо обращаться к манчжуши. И в особенности к этой белой форме манчжуши. Я дам вам устную передачу на воспаление манчжуши, Ганни Луджи, которая будет сейчас демонстрироваться на экране перед вами. После этого мы вместе с вами прочитаем это воспаление трижды. Манчжуши. Манчжуши. Он покидан намасаги. И он покидан намасаги. После этого мы с вами будем вместе начитывать мантру «Ом покидан намана». А затем мы будем также повторять и другую манчжуши, которая произносится «Ом пара бацанарды». И когда вы будете заниматься этой практикой, практикой Маджуши, вы будете выполнять ее с утра, то вам необходимо зародить, как уже говорилось прежде, верную мотивацию. Вы думаете, что я занимаюсь практикой Белого Маджуши для того, чтобы достичь состояния Будды и принести благо всем живым существам, чье количество равно в пространстве? И мы начнем с вами читать эту молитву со строком Гаги Лоджо Джингель Киринджель с этой строки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И белый лотос в руке Белого Ходжуши символизирует мудрость. И как известно, лотос произрастает в болоте, он произрастает в трясине, но в то же время он не запятна грязью этого болота. И это символизирует то, что наш ум имеет природу ясности и постижения. И хотя наш ум запятна сейчас омрачениями, такими как привязанность, гнев и ведение, но природа нашего ума является совершенно чистой и незапятнанной. И поэтому мы говорим о том, что природой нашего ума является ясность и постижение. И поэтому мы говорим о том, что белый лотос символизирует незапятнанность вашей природы. Природа ума омрачениями, такими как гнев, привязанность или неведение. И вы думаете, что природа моего ума – это ясный свет. И свет моей мудрости совершенно незапятнан. Необходимо понимать, что хотя в нашем уме присутствуют такие обращения, как гнев, привязанность, неведение, они являются временным, они являются случайным явлением, они не являются чем-то постоянным и не являются природой нашего ума. Природа нашего ума совершенно чиста. И тело белого, мальчик, белого цвета, также он держит в руке лотос, и это символизирует метод и мудрость. И поэтому мы после того, как получаем это благословение, способны расспышлять о любви и сострадании, а также подкичете, а также постижении воззрения бустотности. Поэтому, когда вы сейчас будете повторять манту белого манчуши «Ом бакидар-дама», вы думаете о том, что пусть в моем уме зародятся любовь, сострадание батьячитта, а также постижение пустотности. И теперь я хочу попросить вас произнести вместе со мной, вслед за мной, эту манкру трижды «Ом бакидар-дама», а затем мы будем вместе повторять ее много раз. Ом бакидар-нама-о, Ом бакидар-нама-о. Ом бакидар-нама-о, Ом бакидар-нама-о, Ом бакидар-нама-о. Ом бакидар-нама-о. Ом бакидар-нама-о. Теперь давайте вместе будем повторять эту манту. Ом бакидар-нама. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.